привет всем любителям физики и физического эксперимента а также астрономии поскольку наш сегодняшний ролик будет посвящен делам астрономическим и мы обсудим животрепещущий вопрос одинаковы ли те сутки которые мы считаем одинаковыми ну и прежде всего я должен сказать что я не буду рассматривать замедление вращения земли из-за приливных эффектов которые происходят течение миллионов десятков сотен миллионов лет все о чем мы будем говорить касается изменения длительности суток в течение одного года ну и прежде всего нам нужно сделать базовое развлечение между звездными сутками и солнечными сутками и мы начнем с звездных суток они определяются совсем просто это время за которое земля делает один оборот относительно звездного неба ну и если вращение земли равномерно то все звездные сутки конечно же будут равны между собой а вот теперь мы начинаем разговор о солнечных сутках ну и для начала я буду считать что орбита земли является круговой в центре находится солнце вот я здесь землю расположил а еще провел вот такой радиус чтобы показать что если мы с вами стоим сейчас на экваторе вот в этой точке то солнце находится в точности у нас над головой в зените а дальше происходит следующее земля движется по орбите и вращается и вот пусть она сделала один оборот и относительно звездного неба то есть прошли одни звездные сутки и сместилась но поскольку это был ровно один оборот то теперь вот такая линия продолжающая радиус она будет параллельно исходной но мы при этом видим что солнце все еще не находится в зените чтобы солнце по и вошло в зенит надо чтобы земля еще чуть-чуть прошла по орбите пройдет некоторое время и чуть-чуть повернулась но и теперь продолжаем радиус и он смотрит на солнце значит здесь у нас появился еще вот такой уголочек обозначу его альфа он нам в дальнейшем пригодится этот угол показывает нам насколько солнечные сутки длиннее звездных ну и тут конечно надо сказать то что мы все знаем что солнечных суток году примерно 365 четвертью а звездных суток раз они короче соответственно 366 четвертью ну это разница в одни сутки набегает как раз за счет оборота вокруг солнца на картинке которая сейчас нарисовал солнечные сутки получились все одинаковыми хотя и более длинными чем звездные но в действительности же солнечные сутки меняют свою длительность течение года то делаясь несколько короче то несколько длиннее и причиной тому служат два фактора первый фактор состоит том что земная орбита не круговая а эллиптическая и хотя эксцентриситет этого эллипса не велик но тем не менее вот его достаточно чтобы чуть-чуть менять длину суток а второй фактор состоит том что земная ось наклонена по отношению к плоскости земной орбиты на 23 с половиной градуса и этот наклон тоже влияет на длину суток в течение года рассмотрим сначала эффект связанный с эллиптичностью земной орбиты я нарисовал эллипс утрированно вытянутым изобразил солнце и два положения земли в перигелии 3 января ближе всего к солнцу и в афелии третьего июля дальше всего от солнца еще надо помнить что в перигелии земля движется по орбите быстрее всего а в афелии медленнее всего а теперь посмотрим что произойдет после того как пройдут одни звездные сутки в этот момент соответствующие радиусы как уже говорилось раньше направлены параллельно исходным и солнце еще не дошло до зенита а чтобы солнце оказалось в зените и наступил полдень земля должна еще немножко сдвинуться по орбите и повернуться на некоторый угол в перигелии я обозначу этот угол альфа и накрест лежащий угол тоже альфа а в афелии я обозначу эти углы буквой бета и мы видим что угол альфа больше угла бета но именно величина этого угла характеризует то насколько солнечные сутки здесь длиннее звездных получается что солнечные сутки в перигелии больше чем в афелии и вообще перигелии сутки самые длинные в году а в афелии самые короткие а теперь давайте посмотрим как на длину солнечных суток влияет другой фактор наклон земной оси я долго думал как это изобразить и не стал рисовать ни землю не ее ось а вместо этого нарисовал два полушария звездного неба и годовой суп путь солнца среди звезд который называется эклиптикой солнце выходит из точки весеннего равноденствия на небесном экваторе поднимается все выше до точки летнего солнцестояния потом опускается в точку осеннего равноденствия опускается еще ниже до точки зимнего солнцестояния и завершает свой годовой путь поднимаясь в точку весеннего равноденствия и важно понимать что солнце движется по эклиптике с постоянной скоростью если конечно пренебречь или птичностью земной орбиты а мы можем ею пренебречь поскольку ее вклад мы уже учли в первом рассуждении а теперь смотрите звездное небо делает один оборот за одни сутки допустим что солнце находилось в точке летнего солнцестояния за звездные сутки эта точка сделает один оборот и вернется на прежнее место но солнце за это время уже сдвинется по эклиптике и для наступления солнечного полдня небесной сфере придется довернуться на некоторый угол между двумя меридианами теперь рассмотрим солнце в положении весеннего равноденствия за звездные сутки она пройдет по эклиптике такое же расстояние но из-за того что здесь эклиптика наклонена к экватору угол доворачивания небесной сферы до завершения солнечных суток здесь будет меньше таким образом в точках летнего и зимнего солнцестояний вклад этого эффекта в удлинение солнечных суток по сравнению с со звездными будет больше всего а в точках весеннего и осеннего равноденствий этот вклад будет меньше всего и теперь нам надо поговорить о том что оба эти эффекта дают в количественном отношении и вот если бы второго эффекта наклона земной оси не было то тогда первый эффект связанный с эллиптичностью земной орбиты привел бы к тому что солнечные сутки в перигелии были бы длиннее солнечных суток в афелии на 16 секунд и точно так же если бы не было эффекта эллиптичности земной орбиты то второй эффект связанный с наклоном земной оси привел бы к тому что солнечные сутки в солнцестояниях были бы длиннее солнечных суток в равноденствиях на 40 секунд и конечно оба эти эффекта складываются друг с другом ну и получается какое-то конкретное отклонение в тот или иной день года и теперь нам удобно вести такую фикцию как средние солнечные сутки такие что все эти сутки одинаковые и именно по этим суткам мы живем ведут наши часы эти сутки делятся на 24 часа часы потом на минуты на секунды и оба эти эффекта порозни в сумме соответственно но приводит к тому что реальные солнечные сутки в тот или другой день года оказываются короче чем средние солнечные сутки или наоборот длиннее и вот эти разницы между истинными солнечными сутками которые в течение года становятся то короче то длиннее и средними солнечными сутками которые все одинаковы приводит к тому что истинное солнечное время и среднее солнечное время расходятся между собой это расхождение может достигать 15 минут что это означает что по среднему солнечному времени сейчас полдень но оказывается что солнце еще не дошло до меридиана она отстает или наоборот она уже перешло через меридиан она опережает среднее время ну вот это различие времен его называют уравнением времени но здесь слово уравнение употребляется старинном средневековом смысле как уравнивание насколько нужно ввести эту поправку и говорят поэтому об уравнении времени и рисует его график и на этот график мы с вами сейчас посмотрим зеленая линия показывает здесь разницу между истинным и средним солнечным временем возникающую из-за эллиптичности земной орбиты красная линия такую же разницу возникающую из-за наклона земной оси а синяя линия представляет сумму двух этих объектов и вот именно этот график показаны здесь синей линии и называют графиком уравнения времени а теперь настало время нашего заключительного вопроса и он будет посвящен вот этой картинке которую астрономы называют солнечной аналемой как она возникла фотограф в одно и то же время по своим часам в течение года фотографировал положение солнца а потом совместил все эти фотографии в одну и мы видим что солнце описала на небе своего рода восьмерку и вспомнив то что я говорил в этом ролике вы можете попробовать объяснить почему солнце описывает эту восьмерку ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к нашему ролику на ю тубе